Различных сервисов и сайтов знакомств, безусловно, к сегодняшнему моменту огромное количество, но они вот не дают того самого особенного живого общения, с которого, в общем-то, можно многое понять о человеке, даже невербально, наверное, даже больше, чем, в общем-то, вербально. В связи с этим библиотека имени Николая Добролюбова предлагает такую альтернативу, быстрое книжное свидание. Ну, подробности о том, как же с помощью книг найти свою вторую половинку, нам расскажут наши гости, библиотекарь, сотрудники библиотеки. Добролюбова, Денис Кирильчик и Ольга Дунда. Доброе вам утро. Доброе утро. Рад вас поприветствовать. Вы к нам принесли какие-то подарки, но тем не менее мы тоже не с пустыми руками. Знаю, что вы к нам придете, вот захватили свои, так сказать, одни из своих любимых книжек. В данном случае у меня Маяковский. У меня Эмиль Зеля. Да, я хотел взять красную, но взял серую книгу, потому что это первое издание. Но, тем не менее, да. Расскажите, каким образом можно больше, я так понимаю, узнать либо о своей второй половинке, либо, как я понимаю, можно познакомиться с тем человеком, который, может быть, тебе будет интересен в жизни. У нас, конечно, свидание, но свидание в первую очередь книжное. То есть у нас есть, безусловно, романтический подтекст, потому что 14 февраля и так далее. Но, тем не менее, разговор будет в первую очередь о книгах. Мы подбираем пары по интересам. То есть, если, например, у вас книга Маяковская, то мы вам подберем человека, который будет интересоваться советской поэзией, либо поэзией Серебряного века, например. Вот, вам будет о чем поговорить, и у вас будет время на общение 10 минут. Вы сойдитесь друг напротив друга, рассказываете друг о другом о любимых книгах, о любимых авторах, там, не знаю, о вообще интересах в литературе в целом, можете поделиться какими-то вкусами. Если не идет никак разговор, то мы подготовили небольшой список вопросов, которые помогут вот эти все временные затыки как-то убрать. То есть, например, если не знаешь, что спросить у собеседника, ты можешь ему сказать, есть ли у тебя дома своя библиотека, или есть ли у тебя какая-нибудь у любимая экранизация, или, может быть, какая-то книга, в которой ты хотел бы оказаться там, вот. То есть, можно будет как-то вот таким образом. То есть, в принципе, с Анной мы, возможно, не совпали бы. Вы бы, возможно, не совпали, но, мне кажется, людям, которые читают книги, всегда надеяться о чем поговорить. Ну, не без этого. Скажите, но много ли вообще будет людей? То есть, получается, я буду общаться только с тем одним человеком, который у меня подобрали, или мы будем как-то перемещаться, и там у меня будет, допустим, 5 вариантов? У нас будет 10 пар, вот, и каждый человек пообщается с 4 людьми, которых мы подберем по интересам. Вот, то есть, будет 4 тура и примерно 40 минут на общение у каждого человека. Вот так примерно. А заполняется какая-то анкета, в которой мы указываем, допустим, тех авторов, которые мне нравятся? Много ли должно быть, или должен быть один самый любимый? Да, есть анкета на сервисе Google Формы. Вот, нужно эту анкету заполнить, и там указать свои книжные интересы, указать свои контактные данные, вот, по которым мы потом уже свяжемся с участником. Ну, собственно, это единственное условие. А, еще возраст, 18+, ну, и желательно, чтобы человек был молодой, а не там 58 лет, например, потому что пообщаться с молодым человеком, человеку старшего поколения, наверное, сложно весьма будет. Ну, и любовный подоплек. Безусловно. А как вы будете контролировать, если, например, там количество девушек будет больше, чем мальчиков? Девушек уже больше, чем мальчиков на настоящий момент. Мальчиков маловато, да. Как в песне. Мы надеемся, что, конечно, мальчики за вот эти два дня подтянутся активно, и у нас будет необходимое количество, вот. А девушек очень много, и нам среди них приходится отбор даже проводить довольно жесткий. А уже литература как бы их видна, ясна, я так понимаю, все равно читали какие-то... Ну, да, вкусы разнообразные, самое что ни на есть. То есть нет такого, как вот там, я не знаю, к чему-то легкому, какой-то легкой литературе вообще? Нет, есть, конечно, любители легкой литературы, но... Ну, помимо этого, я имею в виду. Помимо этого хватает у нас любителей и научной фантастики, и там, нон-фикшн, то есть документальной литературы, всего хватает. А часто бывает так, что... Или, может быть, уже указали девчонки, например, в своих анкетных данных о том, что какой-то автор, которого вы никогда даже не знали в существовании и вообще... Ну, вообще попадаются такие, да, но приходится сразу же на месте узнавать, кто это, чтобы подготовить человеку подходящую пару. Ну, в общем, я думаю, что все смогут пообщаться непременно поближе. И, кстати говоря, может же быть такой вариант о том, что люди абсолютно в разных жанрах, и как раз для этого их соединить, чтобы посмотреть, что из этого получится. Ну да, у нас по итогам всего этого общения будет одно общение для всех, то есть не по парам уже, а всех участников. И каждый, безусловно, сможет поделиться своими мыслями по поводу вот прошедшего вот этого быстрого книжного свидания, может быть, пообщаться с человеком, которым не удалось пообщаться во время вот, собственно, книжного свидания. Вот, и поэтому люди, которые даже разных вкусов, они смогут найти какой-то общий язык вот на таком общем диалоге. Так же, как и мы сейчас только найдем общий язык. Она расскажет нам, по какому поводу вы нам принесли вот эту всю красоту. Повод очень красиво, аккуратно. Потому что 14 февраля отмечается не только День влюбленных, но еще и Всемирный день книгодарения. В этот день люди друг другу могут признаться не только в любви. Так это лучше Валентин Турас. Могут и подарить друг другу книгу, потому что книга до сих пор остается актуальным подарком во все времена, скажем так, даже век цифровых технологий, да. То есть и в День книгодарения любой человек может признаться в любви не только своей второй половинке, но и книге. Библиотека Добра Любовь, в свою очередь, конечно, не останется в стороне, потому что мы и есть центр книг, скажем так, я не знаю. И мы тоже участвуем в этой акции. Акция будет проходить немножко в игровой форме. Будут использоваться цитаты и отрывки из разных классических произведений русской литературы, которые так или иначе где-то проскакивают романтические такие нотки, скажем так. И угадавший человек произведения и автора получает в подарок нашу замечательную книжку. Но тут еще небольшой такой секретик, даже можно сказать, потому что книги у нас запечатаны. Он не знает, что получится. И здесь получится даже еще некоторое такое свидание вслепую с книгой. То есть двойной такой вот... Но это как бы классика или там все перемешано? Нет, здесь книги приближены, конечно же, к тематике. Но, тем не менее, и будут встречаться абсолютные сюрпризы, которые, я думаю, приятного удивят читателей. Ну, да, это действительно приятно. Я думаю, что, наверное, всем тем, кто заинтересовался и этим мероприятием, и в том числе книжными свиданиями, быстрыми книжными свиданиями, давайте напомним, где найти все подробные контакты и данные, еще где можно запомнить, заполнить заявки, чтобы все у нас подключились. Есть сообщество ВКонтакте, называется Библиотека Николая Добролюбова, город Красноярск. Находите это сообщество, заполняйте анкету, там все ссылки есть. И, собственно, ждете просто 14 февраля, мы вам обязательно ответим. Если вы прошли отбор, надеюсь, будет не с кого отбирать, потому что девушек у нас, напомню, уже много очень. И вроде все. То есть возрастные у нас рамки 18+, примерно так. А вот мне хочется задать вопрос, как сотрудника библиотеки. Вообще, в принципе, когда вы отходите к друзьям на какие-то мероприятия, ну, там, пускай это будет, не знаю, день рождения, праздничество какое-то, часто ли дарите подарки в виде книг? Я, да. Обычно люди уже знают, что вот, что тут выполнится и библиотека. Я приобщаю людей, своих друзей вообще к чтению, потому что это святое для библиотеки. Библиотека должна быть и домашняя, в том числе обязательно, и не маленькая, к тому же. Ну что ж, молодых людей призываем активизироваться, прекрасных дам ждать времени, в общем-то, 14 февраля. Напомню, Денис Кирильчик и Ольга Дунда, сотрудники библиотеки имени Добролюбова, рассказали нам о том, как необычно и очень здорово можно будет провести 14 февраля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!